Мировая практика показывает, что чаще всего ДТП случаются с водителями, находящимися в алкогольном опьянении. В России для таких автолюбителей под мухой ужесточили наказание с 2015 года. Тем не менее, статистика не уменьшается, несмотря на огромные многотысячные штрафы, многочасовые исправительные работы и даже реальное уголовное наказание. К сожалению, алкорецидивистов за рулем с каждым годом становится все больше. Водитель, пойманный в нетрезвом состоянии, будет наказан вне зависимости от того, попал он в ДТП или нет. За первый раз штраф 30 тысяч, за рецидив кратно больше, законодательная вилка от 200 до 300 тысяч рублей. Сумма зависит от степени опьянения, предыдущих нарушений водителя, его поведения при задержании. Суд также может назначить обязательные работы до 480 часов и лишить свободы на срок до двух лет. С начала года на территории города Иваново выявлено 1457 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, либо с признаками опьянения, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, всего же, опять же, с начала этого года на территории города Иваново возбуждено уже 110 уголовных дел по ст. 264.1, За этот год 37 постановлений суда приговорили повторно пьяных за рулем к обязательным работам. Один водитель наказан штрафом в 200 тысяч, 8 человек отправились в места не столь отдаленные. Стоит отметить, зачастую, что если уж человек нарушает ПДД, другие законы ему тоже не писаны. От назначенных обязательных работ уклоняется примерно 10% осужденных. Для них инспекторы УФСИН просят поменять наказание на заключение. На учетах в уголовной исполнительной инспекции осужденных по ст. 264.1 у нас где-то около 600 человек. Всем им назначено уголовное наказание в виде обязательных работ и запрета управления транспортным средством. Также в местах лишения свободы, это в исправительной колонии номер 6 и в колониях поселений номер 12 и номер 13, таких осужденных у нас порядка 15 человек. В колонии поселения нарушители проводят от нескольких дней до года. В исправительном учреждении до 7 лет. Но это те, чье пьяное маневрирование стало причиной гибели людей. В 2017-м по вине нетрезвых водителей произошло 39 ДТП с пострадавшими. Три человека погибли и 60 получили различные травмы. Немногие водители знают о том, что если они отказываются от прохождения освидетельствования на месте, либо дальнейшем предложенного медицинского освидетельствования уже у врача-нарколога, то есть за это также предусмотрено лишение права управления от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. При повторном совершении, также при отказе, уже предусмотрена уголовная ответственность. Сесть за руль пьяным значит приготовиться платить правами, деньгами, временем или свободой, не говоря уже об угрызениях совести. С конца декабря в преддверии новогодних, а значит сильно алкогольных, каникул сотрудники дорожной полиции проводят социальную кампанию «Вино равно вина». В праздники количество рейдов по пьяным водителям увеличится.